альфред грибер авторский курс иврит для начинающих урок номер 47 формы настоящее времени глагола лалехет урок ведет альфред грибер в уроке номер 45 был упомянут глагол в следующем предложении как идет жизнь как идут дела глагол в лег является обычным и неполным глаголом данный неполный глагол характеризуется тем что первой буквой корня является согласная буква и который в некоторых глагольных формах выпадает например это происходит уже в инфинитиве данного глагола глагол настоящее время и мужского рода единственного числа олег имеет инфинитив лалехет со значениями ходить в смысле двигаться пешком идти переступать ногами уходить умереть лалехет олег к оставшимся буквам прибавляется буква тав форме инфинитива может быть представлена моделью ла два э-э три-эт с ударением на звук э после второй согласные корня например то в лалехет барегель хорошо ходить пешком то в лалехет барегель слово барегель имеет значение пешком барегель существительное женского рода единственного числа регель имеет значение нога человека или зверя ножка ножка мебели фут как меры длины примерно тридцать с половиной сантиметра стопа в стихе подножия горы и тому подобное регель то в лалехет барегель форма настоящего времени мужского рода единственного числа глагола олег может быть представлена моделью 1 о 2 и 3 с ударением на и например у у лалех лерафе он идет к врачу у у лалех лерафе существительное мужского рода единственного числа рофе имеет значение врач рофе у у лалех лерафе форма настоящего времени женского рода единственного числа глагола голехет имеет окончание т и может быть представлена моделью 1 о 2 э 3 эт с ударением на звук э после второй согласные корня например и и о лэхет абайта она идет домой и о лэхет абайта слово абайта имеет значение домой абайта и о лэхет абайта форма настоящего времени мужского рода множественного числа глагола голхим имеет окончание им и может быть представлена моделью 1 о 2 3 им например гем голхим лаконцерт им хаверим они идут мужского рода на концерт с друзьями гем голхим лаконцерт им хаверим существительное мужского рода единственного числа хавер имеет значение товарищ друг близкий или интимный член организации хавер гем голхим лаконцерт им хаверим форма настоящего времени женского рода множественного числа глагола голхот имеет окончание от и может быть представлена моделью 1 о 2 3 от с ударением на опусы 3 согласные корни например ген голхот ли коль ноа ахшав они идут женский род в кино сейчас ген голхот ли коль ноа ахшав существительное мужского рода единственного числа имеет значение кино в смысле кинематография кинотеатр коль ноа ген голхот ли коль ноа ахшав ген голхот ли коль ноа ахшав ген голхот ли коль ген голл